Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает вопадом. И сегодня речь пойдет о великолепном совершенно графическом романе. Ну, нету терпно. Графическая повесть, ну вот это вот на роман как бы, может быть, и не тянет, но это цельная биография вполне себе реального персонажа. Всё-таки серьёзное дело, масштабное. Но до графической новеллы тоже далеко, потому что новелла всё-таки очень более компактная, такой простой, мне кажется, сюжетное изложение. Вот, поэтому Нелли Блай, Леди Сенсация, значит, текст Лучана Чимона, иллюстрации Серджио Альгоцина, это великолепная совершенно биографическая работа на тему, которая по-прежнему сверхактуальна, особенно в нашей стране, уж извините, вот, оно не только у нас. Мы далеко не впереди, не позади планеты всей, мы где-то в серединке, но в общем человечество движется в строго определенную, на мой взгляд, сторону, и эта сторона правильная. А сторона это вот о чём, да, можно так перефразировать. Нелли Блай – это псевдоним вполне себе реального персонажа, женщины фактически первой сверхзнаменитой такой вот суперзвезды в журналистике, которая носила юбку. Потому что нам вообще невозможно себе представить, но ещё чуть более ста лет назад разница между женщиной и движимым имуществом была не столь велика. И это чудовищно, и это часть нашей страницы истории человечества, с которой трудно перемириться. Если начать перечислять все те примеры, а также юридические нормы, которые являются, ну, вопиющими совершенно фактами неравенства полов, да, и, собственно, подчинённого, неполноценного положения женщины в обществе, то, в общем, рассказ может заканчивать, это займёт несколько часов. Я был в ужасе, когда узнал, что ещё в середине 20 века, не где-нибудь, а во Франции, на секундочку, во Франции, для того, чтобы завести банковский счёт, женщине нужно было разрешение мужа. Разумеется, мужу никакого к чертям собачьим разрешения не нужно было, как и молодому человеку, как и вдовцу, как и ещё что-нибудь. То есть совершенно чёткая половая сегрегация, да, когда у нас женщина, да, иди, спроси сначала у мужа, потому что сама ты, конечно, дурочка, не можешь распорядиться деньгами, и заводить или не заводить там счета, это пусть мужчина решает. Вот, то есть это было, ну, 70 лет назад, середина 20 века. Значит, то, что было до этого, я даже не хочу описывать, потому что это знать надо. А учебники по истории как-то очень скромно умалчивают. Так, ну, знаете ли, были отдельные недостаточки, патриохат, знаете ли, пережитки, о, пережитки были. Это были такие пережитки, от которых сейчас хочется, ну, волком быть местами, а местами не очень-то прилично выражаться, потому что это недостойно самого понятия человека, самого мнения человека. Как же так, спросите вы, а как же вся наша великая история, там, эпоха Возрождения и так далее? Ну, разумеется, вода камень точит и дырочку всегда найдет. Разумеется, всегда были лазейки, возможности, хитрые пути, которые позволяли женщине и властвовать, и добиваться чего-нибудь, и самореализоваться. Но это всегда были, ключевое слово здесь, обходные пути, сложные и очень извилистые. И, конечно, сейчас, когда мы сравниваем, допустим, вот список, там, перечень великих мужчин-художников, да, чуть ни одного женского имени. О, Артемизия Джентилески. Одна на все итальянское возрождение. Ну, их было, конечно, больше, но история сохранила, как гения, как, действительно, живописца-мастера, да, только одно имя. Вот. А что же кроме Артемизии-то? А вот, вот вам, пожалуйста. Очень простая ситуация, и так и в любой сфере. Потому что всегда шли обходными путями. Прямого пути не было. И вот Нелли Блай – это та самая женщина, которая в одной из сфер профессий, поскольку здесь речь идет не только и столько о журналистике, расследовании, а именно, как бы, вот вся журналистика в целом, да, открыла для женщин не просто широкий торный путь, но и подала пример своей собственной биографии, но сделала чрезвычайно многое. Книжка снабжена и подробной аннотацией, и вступительной статьей, объясняющей, кто это такая, как в чем значение, и послесловием, когда художник рассказывает об особенностях своей работы над этим графическим романом, да. То есть здесь вот реально чувствуется, что это на основе биографических данных, и этому придается огромное значение. Но все равно комикс остается исключительно комиксом, то есть это живое, динамичное, очень интересное, игровое местами повествование, вот, со всеми вот этими вот интригами, я имею в виду именно визуальную интригу, когда поэпизодная раскадровка, да, предполагает удивительные ахи на следующей странице, да, или, значит, на следующем развороте, когда что-то происходит, да. Очень интересно закольцовано время, мы, значит, начинаем историю в начале 20 века, в 20-х годах, когда все, что сотворило еще ближе к середине 19 века и в конце 19 века, Нелли Блайт стала уже историей, и вот мы постепенно, перед нами разворачивается ее биография. Ну, совершила она много чего, начиная с дерзкого письма в редакцию, которое подписала бедная сиротка, вот. Ну, потому что, потому что, ну, как бы, понимаете, еще написать письмо в газету, наверное, эти обезьянки в юбках могут, да, но допускать их к серьезным мужским делам, ну, это нонсенс, господа, нонсенс. Вот такая была позиция. Ну, конечно, это ужасно абсолютно. Нам сейчас даже сложно мир себе представить, который так устроен. Это при том, что дочерей, матерей и жен любили, нежно, значит, опекали и очень-очень уважали. Но, как только она выходила на официальный уровень, социум мгновенно замещал все вот эти вот чувства своими нормами. А нормы были, ну, бесчеловечные, назовем это так. Вот. Нелли Буэйн просваивалась двумя-тремя громкими делами. Я сосредоточусь на одном. О нем известно больше всего, хотя она и совершила путешествие на шесть, по-моему, дней быстрее, чем герой Жюль Верна. Реально облетела вокруг света за 74, по-моему, дня, а не за 80 дней. Вы знаете, тогда это было не просто достижение, это был смертельный риск плюс подвиг. Потому что никаких не существовало трансатлантических перелетов и комфортных рейсов. Чтобы в 80 дней обогнуть земной шар, ну, очень нужно было приложить много усилий, и никакой Паганель ей не помогал, да? Никакой вот этот вот, значит, у меня есть план, мистер Фикс. Это все к Жюль Верну, пожалуйста. Она действительно повторила это путешествие, но много таких вот шумных. Леди Сенсация – это не просто кличка, не просто газетный лозунг, такой заголовок. Много с ней связано. Но одну вещь она действительно сделала гениальную. Она решилась на то, чтобы, сфальсифицировав сумасшествие, имитировав все симптомы, попасть в закрытое заведение для неизлечимых душевнобольных в Нью-Йорке. В то время, в конце 19 века, психиатрия пребывала в зачаточном состоянии. Что-то уже о тайнах нашей психики знали, но методы, которыми пытались лечить людей, а особенно людей с яркой симптоматикой, с тяжелой симптоматикой, людей социально опасных, прежде всего для себя и для окружающих, тех, кто страдал тяжелыми формами психопатии. То, как пытались с ними, как с ними поступало общество, это просто чудовищно. Это чуть-чуть лучше, чем было во времена викторианской Англии в Лондоне, где в Желтый дом просто ходили на экскурсии. Девицы на уродов, пальцем на них показывали. Причем леди джентльны находили, не какая-нибудь подзаборная публика. Она себе позволить этого не могла. Туда просто вводили экскурсии, как в зоосад. Ну и, соответственно, обращение было с этими людьми такое же. Ну вот немножечко подвинулось. По крайней мере, общество стыдливо закрыло двери и окна в эти заведения. Их было много, но Блай попала в одно из самых таких знаменитых. И как раз, когда это все ушло с глаз публики почтенной, там начали твориться самые страшные вещи. Книжка детская. О некоторых вещах здесь не говорится. Показана только как досмотр пациентки, которую уже записали в карту, доктор записал, как неизлечимо психически больная. Вот ее, значит, раздели, вот ее досматривают, нам показывают так издалека со спины. Больше про это ничего не говорится. Но все формы насилия процветали в психиатрических клиниках долгие десятилетия. Никто с этим ничего, не то что не мог, даже не думал что-то делать с этим. Какие-то методы применялись для того, чтобы усмирить этих пациентов. Что с ними сделать, это просто невозможно рассказать. Здесь упоминаются несколько самых главных, таких страшных. Это типа карцера, что-то тюремного, плюс пытка водой, потому что натуральная пытка, холодной водой, плюс голод, плюс и побои, конечно. Избиения были регулярным делом. Но вот после 10 дней ее друг вытащил ее оттуда. Она написала сенсационную статью, после которой общество наконец-то подняло голову, а демократическое свободное общество, когда поднимает голову от своих будничных дел и говорит, так, я не понял, это очень серьезно. Во многих странах с этого начинаются революции, гражданские войны и такие катаклизмы. Конечно, выделен был целый миллион долларов по тем деньгам, это астрономическая сумма, на реконструкцию, на работу с персоналом, на все. И полностью это было поворотное явление для всей истории здравоохранения и психиатрии во всей Америке. Вот как, вот что сделала одна Нелли Блай. Это очень-очень важно. Ну и другие ее подвиги также важны. Книга мне страшно нравится тем, что она не умалчивает о печальных страницах ее биографии, поскольку она вот такая сильная, успешная, естественно, не бедная в результате этого, и очень-очень целеустремленная, волевая. Она совершенно оказалась не застрахована от того, от чего и мы все, от несчастной любви. Вот. Вышла она замуж за мужа, который намного был ее старше. Были ли там чувства Бог-весть, но это все привело к очередному ее такому промежуточному краху, да, когда она занялась его состоянием, через четыре, по-моему, года не просто прибыль начала получать с дела своего мужа, но и там какие-то уже начала делать открытия технологические и так далее, улучшать быт рабочих, да, ну, просто какой-то такой фаланстр, какая-то такая утопия социальная, да, ну, а тут финансист, которому были доверены бухгалтерские дела, сделал чуть-чуть вместе с кассой, скажем, словами о Генри, да, об этом. Вот. И она оказалась у разбитого корыта. Ну, и потом ей снова пришлось взяться за журналистику. То, что книга не умалчивает об этих вот ее сторонах биографии, это поистину бесценно, потому что, ну, иногда подобные примеры, да, наглядные пособия превращаются в ярко раскрашенную картинку, где все красиво, все прилизано, все, да, да ничего не прилизано. Большинство тех проблем, которые были очерчены сто с лишним лет назад, движением суфражисток, движением заправоженщин, да, они до сих пор не решены. Мы не знаем, что с ними делать. В обществах, в том числе в нашем, нету консенсуса по этим вопросам. Нам предстоит много думать, нам предстоит много менять законов, нам предстоит, прежде всего, менять себя для того, чтобы становиться человечнее, ну, и в конечном, в конечном итоге, да, повышать выживаемость нашего вида, да, повышать шансы человечества на великое космическое, там, не знаю, галактическое какое-нибудь будущее, да, потому что пока все это, ну, нельзя назвать не то, что совершенным, но даже близким к совершенству, да, это пока все очень спорно. И вот, как раз, те героини, которые занимались этим, которые боролись за права женщин, которые многого добились в своих профессиях, они, конечно, молодцы и слушают пример. Здесь есть небольшая вкладка, где названы несколько знаменитых женщин-журналистов, которые, прямо вот целую эпоху каждая составляет в своей сфере. Приятно, что там есть и наша соотечественница. И, конечно, эта книга, это очень-очень хорошее чтение не только девочкам, но и мальчикам, потому что мы должны понимать, что мир в этом должен прийти в равновесие. Он был сильно перекошен. И, может быть, от этого наша история так ужасна и полна войн, потому что те, кто хотел бы защищать жизнь, и кто сам эту жизнь производит, да, они всегда в этих вопросах были лишены права голоса. И в конечном итоге Нелли Буай Леди Сенсация это книга не про журналистику, это книга про глубинные вопросы, связанные с нашей историей и с нашим будущим. Вот какие серьезные темы поднимает эта, в общем-то, подростковая книга комикс, графический роман, основанный на биографии замечательной женщины Нелли Буайн. Спасибо за внимание.